Я так скажу, что нужно. Элементы линейной алгебры нужны, точно. Линейная алгебра, вот, ничего не поделаешь. Ну и дифференцировать уметь. Больше ничего. Значит, такое дифференцирование. А больше никаких таких суровых знаний я не требую. Значит, называется мой доклад таким образом. Он называется квантовая механика симпликтической идеи. Давайте сначала я вам расскажу, что такое элементы симпликтической геометрии. А потом уже перейдем к квантовой механике. Самое-самое простое. На уровне линейной алгебры и только. Значит, ну вот, если у нас имеется эвклюзовое пространство, над полем вещественных чисел размерности 2n с базисом e1, e1', значит, мы назовем его симпликтическим пространством. Если задано скалярное произведение двух векторов, кососимметрическое. 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 Что означает, что при перестановке вылезает минус. И невырожденное. Невырожденное. Невырожденность. Ну, давайте так. Невырожденность скалярного произведения так обычно означает вот что такое. Если у вас есть любой вектор, то найдется какой-нибудь другой вектор, который с ним имеет ненулевое скалярное произведение. Это общее понятие невырожденного скалярного произведения. Симметричного, несимметричного. Невырожденно. Ну, в данном случае есть несложное упражнение, состоящее в том, что существует базис. Базис. А вот базис. Вот он такой. Существует такой базис, что EI E' G есть L3G. То есть, это есть единица, если I равно G, и 0, и не равно G. Ну, а EI EG равно E3I E3G равно 0. Это первое, это второе. Вот такой базис. Он называется канонический базис. Канонический базис. В механике базис подобного рода называется обобщенные координаты, и обобщенные импульсы. Нас этот термин нам не интересен. Мы не собираемся применять это к обычной механике. Пространства подобного рода возникают из механики, классической механики. Очень важно, например, что скалярный квадрат вектора любого равно 0. Это очень важная в механике. Это свойство отвечает за закон сохранения энергии. Вот. Но поэтому мы и вынуждены работать с кососимметрическими скалярными произведениями. Невыраженные скалярные произведения такое, что скалярный квадрат любого вектора равен 0 бывает только кососимметрическим. Симметрических скалярных произведений таких не бывает. Значит, вот. Это выражает закон сохранения энергии. Ну вот. Это симплектическое пространство. Чем отличаются они от обычных пространств симметрическим скалярным произведением? В современной математике существует большой раздел. Называется симплектическая геометрия. выдающиеся ученые этим занимались включая моих друзей например лауреата премии Абеля этого года Миши Громова и других знаменитых представителей Ленинградской школы с которыми я как раз совсем недавно общался. Давайте я приведу важный пункт который мне нужен и который отличает эту так сказать любое скалярное произведение порождает в каком-то смысле подобие геометрии. Как понял еще Римман скалярная геометрия порождается скалярными произведениями а совсем не метрикой длиной и так далее. Вот это так сказать пусть этим занимается какая-то другая наука длиной метрические пространства геометрия это скалярные произведения вот это вот надо запомнить это начиная с Риммана это фундаментальная идея математики и вот и симметрические костсимметрические скалярные произведения очень много дают. Значит давайте введем понятие важное да это пространство называется симплектическим пространством а в механике есть другие термины для этого оно еще называется фазовым пространством например фазовое пространство фазовое пространство это тоже стандартный термин симплектическое пространство термин линейной алгебры давайте введем термин называем Лагранжево под пространство Линейное подпространство L Называется лагранжевым подпространством Симплектическом пространстве Со скалярным произведением Если и только если Скалярное произведение Есть тождественной ноль Для ЭТОКСИ За счет в этом подпространстве Размерность таких подпространств Обязательно не превышает Размерность всего пространства Значит вот рекомендую Желающим в качестве элементарного Половины размерности Вот как здесь написано Рекомендую это в виде упражнения Элементарного упражнения на линейную алгебру У нас Вообще мы будем использовать этот термин Только для случая Наиболее интересного Когда К равно Н Вот этот случай будет нам наиболее интересен Ну например Давайте смотреть Если у нас есть канонический базис У нас сразу есть два лагранжевого подпространства Это пример Линейная оболочка векторов Е1ЕН И линейная оболочка векторов Е1'Е'Н В механике эти пространства называют Соответственно Координаты и импульс Координаты И импульс И импульс Два Вообще Видите Можно так сказать Что такой канонический базис Представляет собой выбор Пары трансверсальных Лагранжевых подпространств Базисами Одно из которых мы назовем Координатами Другое импульс Много других есть Давайте спросим Сколько их Сколько лагранжевых подпространств Есть В этом деле Ответ следующий Давайте введем комплексную структуру Моним единицы Но Е'Ж Это базис З Вот базис Такой введем И будем считать Что это пространство Комплексное пространство Из R2N Мы Переходим К комплексному пространству Лиейные комбинации Комплексное пространство Размерности N Это то же самое Что Комплексное Давайте так Определим следующее Е'Ж Есть И На Е Житая Дайте я Прошу извинения Е'Ж Это есть Мним единица На Е'Ж Вот введем такое Правило Будем считать Что Е' Вектора Базисные вектора Вторая половина Является Мним единица Умноженная на Вот первые вектора И давайте Комплексное пространство Порожденное векторами Е1 ЕН Возьмем Но здесь на самом деле Уже содержится Все это пространство Потому что Видите Умножить базисный вектор На мним единицу И получится Вторая половина Поэтому это вот Все Давайте так Смотрите То что там было Вот так Это комплексное пространство Есть такая лемма Доказывать Которую я сейчас Не хочу Которая Представляет собой Неплохое Упражнение Оно состоит В следующем Что любое Лагранжево Подпространство Любое Лагранжево Подпространство Можно получить Следующим образом Взять унитарную матрицу Н на Н И применить А Матрицу А К базису Е1 ЕН Вот получится Унитарное преобразование Примененное К этому Базису Унитарное Ну давайте смотреть Одномерное подпространство Н равно единице Е1 Е'1 Равное И Е1 Вот Ну у нас есть Е1 Унитарная матрица А Это просто число Модуль А Равно единице А Е1 Равняется Вещественная часть Е1 Плюс Мнимая часть Мнимая часть Умноженная на Е1 Однако Это есть А Р Е1 Плюс Мнимая часть Е'1 Правильно Значит Это Собственно говоря Любой Любой вектор Получится Здесь вектор Вот Все Собственно говоря Мне этот факт Нужен Отметить Вы значит Я его доказывать Не хочу Предоставляю вам Вот надо Любое Лагранжево Подпространство Получается Таким образом Взял Надеюсь Наши слушатели Все Унитарные матрицы Надо знать Что такое Очень важное Понятие Кстати Между прочим Знаменитые ученые Конца Десятых Годов Вот это И было Главное Открытие Швёдингера Что Вообще-то Квантовая Механика Похожа На Уравнение Максвелла Для электромагнитных Волн Но с одним Важным Отличием И нельзя Построить Безмнимой Единицы Вот это Вот Мнимая Единица Необходим Поэтому Унитар Кстати Безмнимой Единицы Также нельзя Построить Главный Раздел Современной Геометрии Вот Келлерову Геометрию Которая Объединяет Алгебраическую Римманову Геометрию И симплиптическую Вместе Вот тоже Нельзя По тем же Причинам Нельзя Построить Ортогональные Преобразования Это вещественная Часть унитарных Вот Видите Так что На самом деле В одномерном Случае Любое Подпространство Лагранжево А в двумерном Случа Это уже Так не будет Нет Тут уже Будет меньше Ну вот Это иллюстрация Простая Давайте мы Значит Вот Вот это вот Существенно Давайте спросим Сколько Лагранжевых Подпространств Сколько их Сколько их Лагранжевых Подпространств Значит Я утверждаю Следующее Вот эта вот Унитарная Матрица Конечно Производит Любое Лагранжевое Пространство Если ее Применить Вот к этому Стандартному Пространству Е1 ЕН Возьмите его Оболочку С вещественными Только коэффициентами Это будет вещественное Пространство Размерности Н К нему Вот к этому Вещественному Пространству Можно применить Унитарное Вот собственно Базис из векторов АЕ1 АН Значит Поэтому их не больше Чем ортогональных Матриц Унитарных Матриц Но Бывает Что разные Унитарные Матрицы Дают То же самое Ответ Это очень простой Матрица Матрица Равная А Умноженная На ортогональную Матрицу Дает То же самое Лагранжевое Пространство Почему? А потому что Ортогональная Матрица Сначала Крутит Это пространство Вещественное Если взять По себе Только потом Вы применяете Унитарное Преобразование Это Линейное Пространство То же самое Только с другим Базисом Поэтому Лагранжевых Подпространств Так сказать Если С точностью До ортогональных Замен Базиса Их вот Сколько Это Значит А Можно считать Что это Элемент Из унитарной Группы Фактор По ортогональной Унитарное Преобразование С точностью До правого Умножения На любое Ортогональное Преобразование Это ровным Сто Элементы Понятия группы Плюс Смежный Класс Так сказать Вот Множество Смежных Классов Образует Нам Вот это Что называется Фактор Группы Это Нету Потому что Ортогональная Группа Не является Нормальным Делителем Но Фактор Пространства Однородное Пространство Важнейшее Однородное Пространство Оно Называется Лагранжев Грасман Лагранжев Грасман Грасман Это Так называют Многообразие Точками которого Являются Скажем Вообще Камерные плоскости В эсклидовом пространстве Какой-нибудь большой размерности По ОН Просто по размерности Не получится Ваш крест Реализовать Слишком Наивное Соображение Пока Лагранжев Подпространство Больше Чем То Что Вы мне Сейчас Сказали С одной Стороны Только Значит Вот Совокупность Таких Вот Плоскостей Образует Нам Вот Такое Вот Многообразие Дайте Мне Сейчас Привести Вам В качестве Примера Пример Лагранжева Вот Реализации Этого Объекта Который На самом деле Будет У нас Возникать Из квантовой Механики Могу Вам поручиться Три Дели Назад На Конференции В честь Моего друга Виталия Мильмана На Мертвом Море Я Уяснил Что Крупнейшие Специалисты По Симплектической Геометрии Громов Или Ашберг Незнакомы Вот С тем Что Я вам Сейчас Скажу Вот Задайте Сейчас Да И вот У меня Выясняли Подробно Поэтому Из квантовой Механики Приходят Эти Величины Приходят Как Говорят В других Очках В которых Специалисты Их Не Узнают Вот И поэтому Нашей Задачей Так сказать Эти два Образа Сопоставить Давайте Зададим Такой Вопрос Вот Мы знаем С вами Что такое Унитарная Матрица Да Договорились Что знаем Если не Знать Что такое Унитарная Матрица То Мой Сегодняшнюю Лекцию Не надо Слушать Бесполезно Вот Спросим Что такое Множество Всех Унитарных Матриц Мы знаем Это группа Унитарная Группа Фундаментальная Группа Вот Задим Такой Вопрос Что такое Множество Унитарных Матриц Которые Плюс к тому Еще Симметричны Симметричны Матрицы Пусть Унитарная Матрица С Имеется И мы знаем Что она Симметрична Вот Что это Такое За Объект Сколько Их Спрашивай Симметричны Или Симметричны Никакой Эрмитовости Забудьте Про комплексные Комплексные Числа Есть Черты Нет Манитарная Симметричная В наивном Смысле Матрица Вот Что это За Объект Что это За Многообразие Множество Давайте докажем Сейчас Следующую Лему 2 Множество Таких Унитарных Матриц Есть У Н По Тоже Другая Реализация Лагранжева Грасвана Которая Будет Играть У нас Роль Она Будет Называться Квантовой Матрицей Рассеяния И Она Всегда Является Симметричной Да Я просто Вам говорю Что чистые Математики Не знали Этого Напротив Крупнейшие Специалисты По теории Рассеяния Близкие К математике Школы Фадеева Фадеев Венков Как уже Установлено Было В июне Месяц Этого Года Незнакомый С основной Симполитической Геометрии Тоже И кстати Симметрия Такого Фундаментального Объекта Как матриц Рассеяния В этой науке Не была Известной Она всегда Симметрична Вот Давайте мы сейчас Увидим Почему это так Докажем это Во-первых Такую матрицу С Симметричную Можно представить В виде Вот в таком Где А Произвольная Унитарная Матрица Можно представить В таком виде Проверьте По размерности Около Единицы Что это Правильная Размерность Ну давайте Заменим А На А штрих На Ортогональную Тогда мы Будем иметь А О О Т А Т Да Но я Смею Сказать Это то же самое Что А А Т Это то же самое Поскольку Эта часть Сократится Ортогональные Матрицы Умноженные На себя Равны Единице Симметрично Поэтому Видите Что Унитарная Матрица Произвольная Здесь Она Тоже Определена С той же Самой Точностью Поэтому Это Есть Это Многообразие Вот я Дал Такой Набросок Значит Вот Как говорят Действительно Совокупность Таких Многообразий Действительно Есть Лагранжевый Грасс Таких Унитарных Симметричных Матриц Вот это Вот Давайте Мы Теперь Давайте Вот это Вот Мы Запомнили Запомнили Что Вот Унитарные Симметричные Матрицы В каком-то Смысле Их Ровно Столько Сколько Лагранжевых Подпространств Как Соответствия Устанавливаете Как Вы Соответствия Устанавливаете Очень Просто Я Беру Представляю Унитарную Матрицу Симметричную Через А на А Транспонированную Ну Я Вижу Все Это Такое Квадратичное Отображение Унитарной Группы Себя Есть Которые Прямо На Лагранжевых Грассмана Отображаются Прямо Вот Ну Уж Дальше Надо Проверять Что Это Взаимно Однозначный Гомеоморфизм Это Абсолютно Точно Никаких Там Окрестностей Единицы Ничего Все Просто Изоморфизм И Все Это Так Скать Да Весьма Полезная Конструкция В какой-то Другой Области Вот Давайте Мы сейчас Поймем Почему Это Нам Где Это У нас Возникает Вот Это Вот Объекты Такого Рода Мы Будем Называть Матрицами Рассеяния Квантовой Теории А Лагранжевые Плоскости Мы Будем Называть Объектами Симплиактической Геометрии Один Из самых 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 Фундаментальных Чем Симплиактическая Геометрия Отличается От Эвклидовой Наличием Лагранжевых Подпространств Подмогообразие И так далее Вот давайте Так Возьмем Базис Симплиактическое Пространство Р2Н С базисом Е1 Е'1 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 Вот зафиксируем Базис Возьмем Забьем просто Базис И все Менять его Не будем И Назовем это Каждую пару Е'1 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 Назовем Конец Конец Или еще Хвост 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 Конец Или хвост Понятно, да? Значит, давайте Будем считать, что Е'1 Житая Е'1 Житая Скалярное Произведение Ну, давайте для простоты Потребуем Назовем, что это К Где К Не равно нулю А вообще Это, так сказать К Можно считать Равным едице Но у меня Так сказать Вот я Кстати, величину К квадрат Я назову Энергией Важно Что базис Это Не ноль Одной тоже Для разношения Нет, одной тоже Вот чего Одной тоже Вот Надо будет Чтобы одной тоже Было К У меня Вещественное Значит, квадрат Положительный Вот пример Значит, прекрасная Реализация Давайте Пример Приведу Е1 Равняется Синус К Икс Е1 Штрих Извините Косинус К Икс А это Синус К Икс Значит, скалярное Произведение Е1 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 Ж1 Давайте Е1 Давайте Обозначим Это Пси А это Пси Сейчас, сейчас Пси 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 Минус Вот такая величина Возьмем Между прочим Это равно К К Или минус К Хорошая Синусы Я сразу Реализацию В анализе Детерминант Вронского Называется Вот эта Вот величина Проверьте Косинус Штрих Это что такое Это Минус Синус Да Пси А ну Сейчас Минус 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 Давайте Пси Штрих Равняется Минус К Синус К Х Пси Штрих Равняется Косинус К Косинус К Х Косинус Штрих Есть Минус Синус Штрих Есть К К На Косинус Ну вот Возьмите Учитывая Что сумма Квадратов Косинуса И синуса Равна Единиц То вы Получаете Что это Есть Минус К Вот Умноженное На Единицу То есть Минус К Это Пример Который Нам Нужен Давайте Ну Е Житая Можете Считать Давайте Хорошо Возьмем Жи У меня В каждом Хвосте Такую Реализацию Возьму Вообще У меня На самом Деле Будет У моего Пространства Будет Несколько Хвостов И В каждом Хвосте У меня Будет Сидеть Свой Такой Объект Жи Сидеть Жи Это Вот Ну И давайте Еще Предположим Что у Меня Задана Лагранжевая Плоскость Лагранжева Лагранжева Под Пространство К Максимальной Размерности К Равно Н К Равно Н Все Вещественное Все это Над полем Вещественных Чисел Надо помнить Определено Здесь Существенно Что все О чем Я сейчас Говорю Определено Над полем Вещественных Чисел Поскольку Я буду Работать С комплексными Числями Тоже Никакой Уважающий Феофизик Синуса И косинуса Не напишет Это вот у нас На мехмате Гениальный Современный Математик Андрей Николаевич Кстати Истребил Комплексные Числа И в школе Потом Тоже Боролся Это видимо Русская Традиция Еще Чебышев Ненавидел Комплексные Числа Но Чебышев Не был Лидером Мировой Науки В отличие От Коломогорова Что уже Более Странно Да Это вот Любопытный Феномен Но мы Конечно Я Вообще Предпочту Иметь Дело С таким Правильно Извините Пожалуйста Прошу Извинения Да Значит У меня Имеется Функция Которую Я обозначу Пси Плюс Минус Пси Минус Есть Пси Плюс С чертой Еще перед Синусом И поставить Надо Верно Верно Вот Давайте Так Поставим Поступим Комплексифицируем Наше Симплектическое Пространство Попросту Говоря Рассмотрим Комплексное Пространство С тем же Базисом Ничего Больше Почему бы И нет Но надо Помнить Что у нас Лагранжевая Плоскость Которая В нем Задана Была Определена Над полем Вещественных Чисел Что она Так сказать Была Определена До Комплексификации Комплексифицируем Все Что это Значит Это значит Что мы Введем Базисы Ежи Плюс-минус Равная Е Ж Плюс-минус И Е Штрих Ж Вот такой Базис Ведем Такой Базис Извините Мы Вводим Комплексное Пространство Удвоенное С базисом Ежи И Е Штрих Жи С тем Ж Базисом Но Более Широким Полем А теперь Мы Сделаем Вот такой Трюк Который Делают В комплексных Чисел Мы Вместо Базиса Е Жи Е Штрих Жи Возьмем И как бы Воспользуемся Базисом Е Плюс И Е Минус Комплекс Сопряженными Друг С Другом Так Делают В Обычном Комплексном Анализе З И З С чертой Берут Так Такой Вроде Аналог Базиса Ну Которой Так сказать Картинкой Не нарисуешь Базис Комплексный Когда определяют Дифференциал Функции Комплексного Переменного Вот Вот Мы будем Пользоваться Вот таким Базисом Вроде Базис И давайте Мы Сделаем Следующее Сделаем Следующее Вот У нас Есть Лагранжевая Плоскость Л Лагранжевая Плоскость Л И В ней Есть Она Не двойномерна Она Энмерна Была Энмерна Отполен Действительных Кисел Еще В ней Можно Выбрать Такой Базис Е1 Плюс Сумма С1 Ж Вот Такой Базис Выберем Такой Базис Это Базис Конечно Видите Он уже С комплексными Коэффициентами Написан Значит Это Базис На самом Деле Кабо Комплексифицированной Лагранжевой Плоскости А это Н Мерная Ку Равно Единице Н Вот Это Вот То Что Здесь Называется С Ку Ж Называется Матрица Рассеяния Матрица Рассеяния Вот это Фундаментальный Термин Это Объект Мы называем Матрицей Рассеяния Каждую Пару Мы называем Ежи Концом Или Хвостом Е Плюс Мы называем Входящей Волной Е Минус Мы называем Выходящей Волной И то Что здесь Написано Мы называем Матрицей Рассеяния Разумеется Матрицу Рассеяния Можно Определить Не только Для того Когда Случай Когда Подпространство Лагранжево А для любого НМРного Подпространства Вещественного Матрица Рассеяния Систем О которых Я скажу Когда Магнитное Поле Тождественно Равно Нулю Без Без Безмагнитных Физических Систем Обратимся Квантовой Механике Скоро Какая У нас Будет Физическая Система Вот Так или Иначе Вот И то Что я Сейчас Определил Это Строгое Определение Объекта Симплектической Геометрии Или Линейной Алгебры Которая Не требует Ничего Знания Вот Вы Берете Линейное Вещественное Пространство С базисом Базис Фиксированный Это Канонический Базис Е1 Е1 Это Первый Хвост Е2 Е2 Второй Хвост Ну там И так Далее ЕН ЕН Штрих Энтый Хвост Базис у меня Забит Я не буду Базис Крутить Больше Он у меня Раз навсегда Колышками Забит И будет Иметь Прямой Физический Смыс Теперь Значит Я называю Давайте я Терминологию Введу Е Плюс Житая Входящая Волна Е Минус Житая Выходящая Волна С И Ж С Ку Ж Матрица Рассеяния Рассеяние Значит Мое Представление Об этом Предмете Состоит Примерно В следующем Наивное Что я имею Систему У которой Н Хвостов Ходит Бесконечность Граф Как бы Такой С Н Хвостами Ну Скажем Прямую Можно Представлять С Граф Два Хвоста Полупрямая, значит, с одним хвостом. Вот, ну, хвостов, n штук. Значит, из кутого хвоста приходит входящая волна, рассеивается, рассыпается на выходящие волны. И вот с такими коэффициентами. Процесс рассеяния определяется конкретной квантовой системой, которую мы опишем. Нам важно только одно в данный момент. Мы хотим установить общие свойства этого. Ничего, кроме линейной алгебры, нам знать не надо. Мы знаем только одно. Мы знаем, что вот эта матрица, когда мы определяем ее, определяется здесь лагранжевой плоскость. Это отдельный вопрос. Как говорят, верификация этого... Надо сначала пойти в квантовую механику, там, прочее, чего мы еще не начинали делать. Вот такую геометрическую ситуацию мы описали. Симплетическое пространство, фазовое, двоймерное, пространство хвостов. В нем лагранжевое подпространство, определяющее процесс рассеяния, все приданное энергии. И в нем вот базис такой берется. Базис, вот если у меня имеются хвосты фиксированные базис, то вот здесь базис лагранжевой плоскости однозначно определен. И вот этот объект называется матрицей растения. Я сейчас докажу теорему, что матрица, вот эта матрица, которая здесь, является унитарной и симметричной. Это мы докажем такую теорему. Значит, вот это будет наша, так сказать, база нашего первого маленького курса симплетической диаметрии. Основной результат. Все, что я здесь рисую, происходит при одной энергии какой-то фиксированной. Вообще говоря, лагранжевая плоскость зависит от энергии. Поэтому у меня будет матрица растения, тут зависит от параметра, который называется энергией. Ну, при каждой энергии вот такая симплетическая геометрия. При разных энергиях разная. Энергия в данном случае не более чем параметр, от которого это все зависит. Я просто, вот здесь конкретно, вот видите, я сказал, какими функциями реализуется это все тривиальным образом. Давайте мы сейчас докажем эту теорему. Теорему сформулируем и докажем. Полезно это доказать. И это полезно доказать. Теорема. С лежит в унитарной группе. С, Т равно С. Вот тут теорема. Ну, давайте доказательство берем. Давайте, во-первых, заметим следующее. Е плюс житая с чертой есть Е минус житая. Извините. Мы знаем. Значит, видите, мы все-таки помним, что у нас над полем действительных чисел. Все. Мы комплексифицировали. Но вот, как говорят, у нас есть черта. Как говорится, самая скромная, но самая важная из существующих в мире групп Галуа. Как говорится, да. Этого расширения. Значит, давайте возьмем следующее. Вот базис. Е плюс Qt плюс сумма. Вот это вот базис. Обозначим этот базисный вектор через Фи Qt. Возьмем Фи Qt с чертой. Подвергнем это черте. Правильно. Ну, черта это автоморфизм поля. Что мы получим? Вот это вот будет равно Е минус Qt. Это будет равно сумме С чертой Qt Е плюс житая. Вот к чему пришло наше... Ну, заметьте, вот домножим на эту матрицу в минус первой степени. Мы вернемся к этому тождеству, к первичному тождеству. Из этого я делаю вывод, что Е плюс Жt не равно, извините, я не пишу, плюс. Это базис. Вот этот базисный вектор я подверг операции комплексного сопряжения. Правой части равно Фи с чертой. С чертой. Теперь, значит, давайте вот то, что получилось, давайте домножим на эту матрицу в минус первой степени. Вообще то, что получилось, вот что. Е минус Житая. Ну, давайте. Если домножить на эту матрицу в минус первой степени, будет следующее. Е плюс Житая плюс С с чертой. Давайте индекс Ж запишу, а сразу Е плюс для всех Ж. С с чертой минус первой Е минус. Вот что у меня получилось. Я имел такой базис, домножил на это. Но это в силу вещественности моей исходной лагранжевой плоскости, это тот же самый базис. Отсюда я делаю вывод, что С с чертой минус первой равно С. Поскольку Л, лагранжевая плоскость, вещественна. Это вещественно, определено над полем действительных чисел. Я пока, заметьте, ничего не сделал, потому что я использовал только вещественность. Я не использовал лагранжевость. Это всегда так. Вот это всегда так. Для любых вещественных и номерных подпространств Л. Этот базис. Это всегда так. Я еще не использовал лагранжевости. Между прочим, я унитарности матрицы С тоже еще не доказал. Я доказал вот что. С с чертой минус первой равно С. Вот что я доказал. Ну а дальше давайте возьмем. Я утверждаю еще, что СТ равно С. Вот вторая часть. Вот это лагранжевость просто. Я просто возьму скалярное произведение Е плюс ЖТ плюс сумма СКУ ЖТ ЕКУ плюс Е минус ЖИ. Сумма скалярное произведение СЕ плюс ПТ плюс сумма СКУ ЖТ Е минус ЖИ. Давайте возьмем скалярное произведение и вспомним. Мы же имеем дело с лагранжевым подпространством. Что это, между прочим, равно нулю. Вот это вот нуль. Это лагранжевое подпространство. Это скалярное произведение равно нулю. Поскольку это базис в лагранжевом подпространстве. Может быть, после комплексификации от этого не перестало быть лагранжевым комплексом. Это ноль. Я утверждаю, что это означает, что эта матрица С симметрична. И ровным счетом симметрии ее означает ровно лагранжевость. Ну давайте смотреть, почему она симметрична. Сразу вот из этого вытекает. Что это симметричная матрица. Давайте мы симметрию ее установим. Давайте е плюс ку с е плюс п. Это ноль. Теперь это с этим. Давайте посчитаем. Давайте посчитаем, что такое е плюс п с е плюс ку равно нулю. Всегда. Е минус п с е минус ку равно нулю. Ну а е плюс п с е минус ку равняется какой-то дельта п ку, умноженная на какую-то ненулевую константу альфа. Альфа не равно нулю, которая меня вот здесь и интересует. Не играет роли. Вы поедете. Одна и та же для всех. Дельта п ку это есть единица, если п равно ку и ноль, если п не равно ку. Это единичная матрица. Извините меня, здесь равенство. Это равно дельта п ку. Ну и давайте посмотреть. Это с этим ноль. Это с этим ноль. Значит квадратичного выражения по с не появится. И это с этим даст с ку уже, а это вот с этим даст с наоборот в точности. Будет у нас, ну со знаком минус. Почему со знаком минус? Потому что скалярное произведение коссимметрично. А, Б скалярное равно минус Б, А. Здесь е плюс с е минус, а здесь е минус с е плюс. Это минус то же самое. Поэтому у нас будет с ку жи равняется с жи ку. Ну вот. С ку жи минус с жи ку равно нулю. Вот наш вывод из этой формулы. Вообще, когда вы имеете дело с лагранжевой плоскостью, то свойство лагранжевости, оно именно отражается в том, что эта матрица симметрична. Вот это оно и есть. Она симметрична всегда. Это ее фундаментальное свойство. Кстати, именно доказательство этого свойства я отсутствовал в физической литературе. Из-за непонимания алгебраического аспекта ситуации. Вот это вот теорема. Ну, если что-то я упустил в исполнении этого в порядке упражнений по линейной алгебре, я предоставляю вам. Здесь ничего больше нет, кроме того, что я сказал. Это упражнение по линейной алгебре. Сейчас унитарность. Ну, хорошо. Давайте посмотрим, что у нас есть. Правильный вопрос. Да, я не доказал теоремы еще. Надо унитарность доказать. Я доказал симметрию. Я доказал вот это. Но, извините, С с чертой минус первой равно С, и СТ равно С. Разве отсюда не вытекает, что матрица С унитарна? Она унитарна и симметрична. Вот лагранжевость дает это, а вещественность дает это. Если бы, так сказать, вот... Вот это вот, пожалуйста, значит, наш курс симплектической геометрии на этом завершается. Так почти. Вы право раз упоминали, что где-то тут энергия. Опять же, я не вижу никакой... А, естественно, нет. Я сказал, что мы обсуждаем симплектическую картину при данной энергии. То есть в обычных конечномерных пространствах. На самом деле, в реальных применениях это вот подпространство L будет зависеть еще от энергии. Поэтому матрица растения будет зависеть от энергии. Вот L подпространство будет зависеть от энергии. Вот это вот. Ну и матрица, значит. Ну, этот результат можно было бы с самого начала предвидеть, потому что мы знаем, что, ну, правда, вот свойство лагранжевость означает симплектичность, что вот унитарная матрица... Конечно, унитарная матрица рассеяния в реальной физике, она всегда унитарна. Вообще, если вы развиваете теорию рассеяния в физической литературе и не доказали унитарность матрица рассеяния, вам никто в печать работу не пустит. Сказать, что иди домой. Таких матриц рассеяния не бывает, которые не унитарны. А вот симметричность ее, это специфическое свойство вещественности. Оно по разным причинам вообще не отмечается в литературе. По литературе, по квантовой механике оно сбито смещено несколько. Я этим своим открытием горжусь. Я это сделал в работе 1997 года. Кстати, ее подробный вариант опубликован год спустя, длинный, в сборнике в честь еще 60-летия тогда Арнольда. Но вот я сейчас к этому вернулся, потому что я убедился, что простые идеи симпатической геометрии, с одной стороны, до сих пор не понимают и не принимаются лучшими специалистами по террорастению. Включая нашу петербургскую школу, до сих пор не понимают. А с другой стороны, лучшие специалисты по симпатической геометрии до сих пор не владеют представлением о тем, какие симпатические картинки встречаются в квантовой механике современной. Поэтому я сейчас к этому возвращаюсь. Таким образом, у нас симплитическую картинку, я вам, надеюсь, в той мере, в какой я мог, объяснил. Если доказательство недопонято, то его можно просто повторить на уровне элементарной линейной алгебры. Это дело простое. Вот действительно, почему и где это возникает. Значит, симплитической геометрией мы покончили. Мы покончили симпатической геометрией, нам нужно только получить симпатическое пространство, лагранжевое пространство где-то в нем, значит, вот. Ну, и там с ним уже связывают матрицу рассеяния. Ну, мы знаем. Кстати, Фадеев и Венгов вот спорили друг с другом. Вот как, вот Фадеев хотел бы интерпретировать, что у них есть замечания, что вычисленные там для ситуации там с Эльберга матрицы рассеяния, на самом деле, что они заметили, что она симметрична. Но Венков выражал в этом сомнение, что надо оттуда это извлекать. То есть это, значит, вот. А на самом деле это является общим фактом, который всегда верно. И доказывает, что это занимает полстрадиции. Теперь, значит, давайте мы обратимся к квантовой механике. Что такое квантовая механика? И почему нам это вообще нужно? Почему нам нужно? Где у нас возникает лагранжевая плоскость, эксимплеортическая геометрия и так далее? Вот я просто пока описал вам следующую ситуацию. Если задано симплектическое пространство, фазовое, с базисом, и в нем лагранжевое подпространство, то вы, вот с базисом таким, каноническим, то вы строите сразу матрицу, которая называется матрица рассеяния. Вы эту лагранжевую плоскость сможете реализовать стандартным образом, как унитарную симметричную матрицу. Обязательно симметричную. Значит, давайте обратимся к квантовой механике. Что такое квантовая механика? В квантовой механике линейные пространства все над С. От полиэмкомплексных чисел. Значит, у нас есть гильбертово пространство, линейное пространство. Давайте F с кем обозначим. Линейное пространство над С. Линейное пространство. Ну, оно, вообще-то, может иметь иногда конечную разминозку, а обычно бесконечно мерно. Вектора Пси из F называются состояние системы. Состояние системы описывается вектором. Вот, скажем, вся Вселенная, вот есть, соответственно, какой-то вектор в грандиозном гильбертовом пространстве. Ну, изучая отдельную квантовую систему, которую он может считать изолированной от других, вот и она описывается каким-то гильбертовым пространством. Ее состояние в данный момент описывается вектором. Оператор энергии. А механические величины, механические величины, это самосопряженные операторы. В частности, энергия. Энергия. Это оператор H. Оператор. Все механические величины описываются как самосопряженные операторы, эрмитово-самосопряженные операторы в некотором пространстве состоянии. Так вот, линейное пространство. Да, пожалуйста, конечномерная модель квантовой механики может быть. Кстати, для лазерных систем квантовое пространство двумерно, всего-навсего. Так что не думайте о некоторых важнейших применениях гильбертового пространства двумерно. А вот важнейшее применение лазерной системы, вот идет лазерный луч. Он ему соответствует, эта квантовая оптика, она описывается двумерным пространством F. Поэтому в некоторых приложениях бывает конечномерное пространство F, ничего особенного. Вообще говоря, это пространство комплексно, гильбертово. Но если, как говорят в физике, магнитных полей нету, то можно считать, что это комплексное пространство получено из вещественного. Ну как вот в каждом функции комплекснозначной, но это есть комплексификация пространства всех вещественно значных функций. Вот это комплексное пространство. И у меня будет как раз такой случай. Так что у меня, все равно, конечно, пространство нужно комплексно. Значит, H это константа планка. Константа планка. Она чему-то равна. Константа планка. И дэпси под это равно hси. Вот есть уравнение Шлёдингера. Уравнение Шлёдингера определяет эволюцию квантовой системы. А h это размерная константа. Вы можете выбрать вашу систему единиц, так что h есть единица. Выберите систему единиц, так что в теоретических вопросах это можно себе позволить. В теоретических вопросах. Вообще-то численное значение константа планка маленькое в нормальных единицах. Так что так. Но для теоретических вопросов отлично можно любую единицу размерную положить единицей. В физике есть всего три фундаментальных единицы. Константа планка. Константа скорость света в пустоте. И еще, значит, вот ньютоновская константа гравитации. Три фундаментальные константы есть в природе. Остальные через них выражаются. Вот это вот уравнение Шлёдингера, квантовое. Оно является фундаментальным. Значит, надо иметь в виду следующее. Х стационарная величина. Это означает, что ДН под это. От времени не зависит. Вот гамильтониан Х пусть такой, что он один и тот же во все моменты времени. Стационарный. Но обычно фундаментальные гамильтонианы таковы. Тогда вы можете использовать метод Фурье. Вы можете решать уравнение. Аж Пси равняется Эпсион Пси на собственное значение. Вот это вот называется, так сказать, Эпсион, называется энергией. Во-первых, оператор энергии называется гамильтонианом в физике. А численное значение энергии вот так. В состоянии Пси. Аж Пси, вот эта вот величина, называется, это скалярное произведение, называется средним значением энергии в данном состоянии. Вообще, если у вас есть механическая величина, описываемая оператором H, то такое скалярное произведение Пси на H. Пси называется средним значением данной величины в этом состоянии. Но для энергии мы можем пользоваться методом Фурье и решать уравнение на собственное значение. Вот уравнение на собственное значение. Надо помнить, что это уравнение не является абсолютным фундаментом природы. Фундаментом природы является уравнение Шрёдингера, временное. Метод Фурье, это вы, так сказать, вместо этого уравнения решаете уравнение на собственное значение, а потом просто разлагаете по базису. Вообще, первый, который начал использовать метод Фурье, не для тригономтических функций, а для дифференциальных операторов, был наш математик Астроградский. Вот Владимир Андреевич Стеклов, он стал разлагать по собственным функциям дифференциальных операторов. Владимир Андреевич Смирнов это лет 80 спустя строго доказал, что там исходимость будет, полнота. Ездил в семинар, Гильберт рассказывал подробно. Но Гильберт это такой тип был, он все пощерил, всех, все ссылки, русских не цитировать. Кстати, он истреблял исцитирование и там Пуанкаре, Фрэнгольма и все. Был большой патриот своей школы. Кстати, приказывал, как Констанция Рейд пишет, Вигалю приказывал не цитировать Александра Росифовича Гельфонда, и так далее. Гильберт был такой, и тот, если он истреблял выдающийся работу Владимира Андреевича Смирнова, который доказывал еще... И, кстати, Смирнов, этот, Стеклов, опубликовал работу Астроградского, который первый предложил об общении методов Уриена дифференциальным оператором. Ну, разумеется, без доказательств, теорем, сходимость. Это вообще большая наука, называемая функциональным анализом, будет изучаться. Если матрицы, в линейной алгебре вы матрицу берете, ищите ее разложение на собственные значения, собственные вектора. А когда вы начинаете работать с бесконечно мерными пространствами, оператор H может быть дифференцированным содержать, пространство в функции бесконечно мерные, это хитрое дело, целая большая наука есть. Величайшие ученые Герман Вейл, Джон фон Нойман, ну, там, ученики Пуанкаре, там, Фред Гольм начали с этого, потом Гильберт и Шмидт, там, и так далее, вот, но фон Нойман внес фундаментальный вклад. Современная терминология принадлежит Джона фон Нойману, который, значит, вот, на это нас все навел порядок. Это сложнейшая вещь вообще. Что такое, как понимать проблему собственных векторов и собственных значений в бесконечно мерных пространствах? Это сложная наука. Но мы с вами сейчас физики, нам надо все чихать. Мы, значит, вот будем думать, что все попросту и хорошо. Например, может быть так называемый непрерывный спектр, когда вот здесь Эпси, он меняется непрерывно. И может случиться, что собственные вектора Пси не принадлежат исходному Гильбертову пространству. Самое нормальное дело, если кто-то знаком с элементарным анализом, возьмите H, оператор дважды дифференцирования, D2 по Dx квадрата, у него собственные функции какие? Синусы и косинусы, да? Так они не принадлежат Гильбертову пространству квадратично интегрируемых функций на всей прямой. Извините, у них интеграл расходится. Это вопрос интеграл квадрата. Не принадлежат. Возникает непрерывный спектр. Но это простейший случай. Так вот вы имеете в виду, что вот есть такие всякие фантазии. Но нам сейчас на это дело все мы игнорируем. Игнорируем. Ну, больше словно все, чем синуса и косинуса, у нас не будет. Вот с синусами и косинусами нам придется иметь дело непрерывный спектр. Вообще вот возникает такой вопрос серьезный. Вот возьмите дифференциальный оператор второго порядка. D2 по Dx квадрат. А у него такие собственные функции могут быть при отрицательных энергиях, как E в степени Kx. Не мнимая единица Kx, а вещественная Kx. Она в одну сторону бывает как экспонента, а в другой растет. Вот эти такие собственные функции никакого отношения к Гильбертову пространству не имеют. Их надо просто взять и выбросить. А вот если собственная функция растет не быстрее, чем многочлен, или даже ограничена, как синусы и косинусы, она хотя и не принадлежит Гильбертову пространству, но она нужна для разложения по базису. По базису. Поэтому это ситуация непрерывного спектра. И она не принадлежит к уменьшим двойственным пространством. Зачем такие фантазии? Это нам не нужно. Это... Теорема о спектральном разложении требует учета непрерывного спектра. В одномерном случае есть теорема напрямую, что если собственные функции растут не быстрее многочлена, они нужны для обслуживания Гильбертову пространства. Если они растут со скоростью быстрее многочлена на всей прямой, они... Надо вышвыривать. И все. И ничего с ними не делать. Все это... Но это наука сложная. Вы знаете, ее даже вот на мехматах не преподают. В физике ее, кстати, обычно не знают. Очень сложно. Телерасширение по Фон Нойману и так далее. Потому что это очень редко встречается. Такие вот настоящие сложности. Очень редко. Ну, тем не менее, вот мы сейчас с вами находимся в такой ситуации, где у нас сверхсложности никакой не будет. Никакой не будет сложности. Мы работаем только с простыми вещами. Мы не хотим сложности функционального анализа. Не хотим. У нас разные точки зрения со специалистами по функциональному анализу. Мы, так сказать, пришли из геометрии, топологии, из круга физиков, теоретиков. Но мы хотим, так сказать, получить ответ. Мы анализ по-старому хотим использовать. Содержательные свойства. Я вот... Меня не смущает... Мой друг один, который любит доказывать теорему, говорил, это стандартная точка зрения в мире специалистов по уровню частных производных. Ну, хорошая работа, дало содержать минимум 500 страниц доказательств. 500. Ну, а мы люди скромные. Ну, а мы по странице устраиваем, лишь бы факт был хороший. Они ценят доказательства, так сказать, логику доказательства. Мы же ценим факты. Так сказать, нам это вот... Ну, и можно иногда, между прочим, и не строго их получать, факты. Так, вы знаете, если так вот чуть-чуть не строго себе позволить, еще Римман, штук пять доказательств гипотезы Риммана дал. Вообще-то, если небрежно обращаться с самосупряженными операторами, существует не менее тысячи доказательств гипотезы Риммана. Если вы хотите воспользоваться гипотезой Риммана, как, скажем, для описания законов природы, ради бога, она установлена лучше, чем любой другой из законов природы. Можете пользоваться и плевать на чистых математиков. Поэтому, смотрите, что они там. Они будут еще тысячу лет, может быть. А может быть, в следующем году решат ему через тысячу лет эту проблему. Но она установлена для нужных законов природы лучше, чем эта. Я вот как раз, когда председательствовал на свидании, где моему другу Миша Громова вручали премию Абеля, вот как раз, вот, ну, доклад был о его работах, и его друг, известный геометр, говорил так, что, знаете, у Громова лучшая работа его открытия, коротко записан, длины большой не требуется. Но этим отличаются вот специалисты в топологии, как, впрочем, в теоретической физике, от специалистов по теории функции, функциональному анализу. Это разные области, мы их, как говорится, уважаем, но с ними, это вот, какой именно часть математики вы выберете, зависит от вашего вкуса, и там, и там есть своя красота. Да, вот, своя красота. С нашей точки зрения, основные проблемы теории чисел давно решены. Вот, если так сказать, ничего не поделаешь. Вы знаете, когда Каши появился, это была знаменитая работа, и Апсилон, Дельта открыли доказательства. Такой был выдающийся астроном, да и аналитик Клеро. Он сразу испугался, он все свои работы проанализировал. Но все равно проанализировали и поняли. Во всем предшествующем несколько сотлетнем развитии анализа стройных доказательств не было, но ни одной ошибки серьезной тоже, знаете, не было. Все было правильно. Поэтому анализ, это имеет два лица. Вот анализ, с которым мы сталкиваемся, это важно иметь в виду, когда вы работаете, встречаетесь с кругом физиков, где я, в частности, проработал несколько десятков лет, что вы... Анализ имеет два лица. Анализ, с одной стороны, это раздел математической логики, который возник после Каши, где действительно безумная длина стройных доказательств. Ничего не поделаешь с этим. И, кстати, они бывают замечательные, интересные и красивые. Я глубоко уважаю эту науку. И анализ как раздел естественных наук, где вы с нужной, так сказать, инженером, физиком точностью получаете результат. И длина этих двух вещей при том же результате отличается на сотни раз иногда. Вот, Сергей Петрович, пять минут. Окей. Так, теперь давайте мы найдем нам нужную... Вот, Сергей Петрович, пять минут. Значит, граф. Во-первых, давайте у нас графы. 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 Вот у нас пусть граф имеет. Граф – это есть одномерный комплекс. Граф. Его хвосты. Значит, у нас Гильбертово пространство реализуется как пространство функций на графе. Пространство функций на графе. Комплекс назначенных функций на графе. Граф может иметь К хвостов. Мы считаем, что квантовая механика – это называется quantum wires, то есть квантовые такие струны, они реально делаются. Это объект, в том числе, так сказать, могущий иметь структуру прямой и физически реализуемой системы, в том числе инженерного значения, в принципе. Впрочем, когда я этим занимался, еще инженерное значение не обсуждалось. И вот на графе мы рассматриваем операторы. Операторы типа Шрёдингера. Вещественные. Но мы требуем, чтобы они были одинаковы во всех хвостах. Что во всех хвостах наш оператор представляет собой просто асимптотических хвостах, ну давайте житый хвост, координату обозначим хжитая, это хвост с номером жи, ку – это хвост с номером жи. Оператор имеет вид d2 по dx в квадрате. Это наш оператор Гамильтона, имеет вид энергии, имеет асимптотических хвостах такое значение. Поэтому мы определяем, мне удалось определить оператор самосопряженный. И вот есть такое пространство решения. h, k, t. Мы решаем уравнение. h, psi равняется k квадрата psi, при k квадрат больше нуля, энергия. Да, то же самое. И мы ищем это, при k больше нуля, мы имеем следующее. При каждом фиксированном k у нас существует какое-то пространство решений на графе. Давайте введем пространство h-бесконечность k. Это вот что такое. h-бесконечность k – это совокупность всех решений этого уравнения, которые определены только в окрестности бесконечности. Мы не знаем, не знаем, определены ли они, продолжаются ли они на весь граф. Самосопряженные уравнения. Оператор наш самосопряженным, что это значит – это другой вопрос. Кстати, интересно, что вообще симпатические идеи первые, вот еще в начале 70-х годов, мы обсуждали с Израилем Ваисеевичем Гельфандом, он внес тут ценную идею, которую, впрочем, мне удалось использовать только несколько десятилетий спустя. И вот, значит, мы, вот это вот пространство. В каждом хвосте у нас имеется решение этого уравнения. Но в хвосте оператор имеет вид простейший второй производный. Поэтому в житом хвосте у нас имеется решение синус kx житая и косинус kx житая. В житом хвосте имеется двумерное пространство решения. Суммарно это будет сколько хвостов? n хвостов. n хвостов. Это пространство имеет размерность, ну давайте, r, 2, n. Пространство решения на бесконечность. Можно задать такой вопрос. Сколько из них продолжается внутрь, на весь граф? Вот у нас, я задал на бесконечность решения. Здесь синус и косинус линейную комбинацию какую-то, здесь другую линейную комбинацию, здесь третью линейную комбинацию. Вот сумму этих пространств под всем хвостом я называю бесконечно удаленным пространством. Это совокупность решений, которые определены только в окрестности бесконечности на графе. И это есть двумерное пространство, состоящее из синусов и косинусов в каждом хвосте своем. Введем в него симплектическую структуру. Разные хвосты ортогональны друг к другу, а внутри каждого хвоста есть скалярное произведение, которое я в самом начале определял, это роминантом Вронского. Это есть стандартный симплектический балюс. В каждом хвосте. Теорема, вот это основная теорема, теорема, давайте я сейчас прямо перед концом ее сформулирую. Теорема, для того, чтобы вектор из этого подпространства, то есть решение, заданное в каждом хвосте, продолжалось до решения собственной функции, при этой же энергии, определенной на всем графе. Вот совокупность таких, всех, образует лагранжевого подпространства. В этом симплектическом пространстве. Размерности равны ровно половине. Мне, кстати, мой друг Есим Бенштейн, крупный специалист, я, кстати, вообще-то пришел не из физики к этой задаче, а из такого осмысливания теории Сельберга, связанной с областями на плоскости Лобачевского. Там вот области, уходящие к бесконечности. Миша Громов один раз полезное замечание на своих лекциях сделал, что если смотришь на геометрию Лобачевского с далеких расстояний, она выглядит как граф. Вот так вот, как треугольники почти одномерные и прочее. А я решил заменить теорию Сельберга, просто вот рассмотреть операторы на графах. И все, я не из физики пришел к этому. И мне Бенштейн, один из лучших специалистов, говорил, что да, конечно, там Лагранжево подпространство. Я, говорит, сам это независимо открыл тоже. Я говорю, где ваша работа, Йосик? Он, говорит, тут не опубликовал, знаете, я... Я говорю, вы же раньше опубликовали свои работы. Он, говорит, мне Израиль Моисович приказывал, я и опубликовал. Но, говорит, конечно, в классической литературе по теории чисел они где-то между строк, где-то это используют, пропуская там формы, те знаменитые автомашные формы и так далее. Потому что без этого нельзя доказать, что оно половинной размерности. Без этого. Это фундаментальный факт. Оно всегда является Лагранжевым, это подпространство. Ну, если оно является Лагранжевым, то тогда мы определяем матрицу рассеяния и приходим к конечному результату, что матрица, физическая матрица рассеяния этой квантовой системы всегда унитарна, что, конечно, без этого и работы с печатью не примут, и симметрично. Что вот что я делал, так сказать, всегда является симметричной унитарной матрицей. Именно в этом виде. Там в мире физиков, как говорится, не продашь теорему о том, что вот что-то является Лагранжевой плоскостью. Это надо в мире геометров продавать. Там надо продавать теорему о том, что унитарная матрица симметрична. Ну, вот это вот. Надо сказать, что я на самом деле определил симпатическое скалярное произведение решений на графе. В том числе графе без хвостов, который принимает значение в одномерной группе гомолодий графа. Такое векторнозначное. И из которого это уже элементарно вытекает. Вот такой вот центральный результат, связь, что оказывается, вот это вот пространство бесконечно удаленных решений, двоймерность, оно симплектическое, и пространство решений продолжаемых на граф, всегда является Лагранжевым подпространством. Оно порождает матрицу рассеяния физическую, и в частности следствие, что матрица, физическая матрица рассеяния, унитарно и симметрично. Кстати, этот результат, как я говорил, являлся, безусловно, новым для той литературы. Соответствующей физической. Значит, вот мне позвольте на этом кончить. И, кстати, хочу сказать, что эти элементарные вещи, тексты, я это все публиковал около 97-го, 8-го и 9-го года. Это, я уже говорил, в сборнике в честь 6-ти веке Владимира Игоревича Арнольдия, это был давно. Хотя эти простые соображения, они, тем не менее, до сих пор остаются актуальными. Спасибо за внимание. Есть время на один или, может быть, даже два вопроса. Один вопрос. Да. Вот это вот называется энергия. Оператор энергии, а это энергия как число. Вот, а еще один вопрос. А топология графа влияет только на уровни, так сказать, одномерных гомологий, да? Одномерные, видите ли. Вот, допустим, мог бы я, скажем, одномерные гомологии здесь открытые берутся. Открытые. То есть, на самом деле, вот, скажем, для прямой, для прямой, например, одномерная группа гомологии есть R. H1 открытая, open, равно R. Вот спрашивается, где реализуется это R? Ну, отлично, берете детерминат Вронского на втором курсе. Фи штрих Пси минус Пси штрих Пси. Теорема состоит в том, что это константы, между прочим. Это вот симплитическое скалярное произведение определено. Да, это в этом случае. Смотрите, если граф не имеет симметрии никакой, все равно, вот эти вот, сколько хвостов? Число хвостов минус один. Вот какой ранг одномерной группы гомологии открытый. H1 open, здесь число хвостов, 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 минус единица. Вот это, вот это вот открытый цикл. Вот это вот открытый цикл. Если бы я применял компактным графом свои конструкции этого симплитического произведения векторно-значного со значением в группе гомологии, то для графов общего положения, где собственные значения являются однократными, все ноль, симплитическая форма была бы нулем. Но если есть групповая симметрия у оператора Лапласа, то ничего подобного. Если вы захотите решать обратную задачу спектральной теории операторов на графовской тривиальной топологии, восстановление, вам неизменно придется принять во внимание наличие симплитических скалярных произведений. Если вам еще известно, что коэффициенты оператора симметрию удовлетворяют. Неизменно. Все, нет, уже... Давайте еще раз поблагодарим докладчика. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ